Йоу! Всем привет, дорогие друзья! С вами Блудлинус, и сегодня мы взяли новенькую игрушку на прохождение под названием Элис Мэйр. И это пительная, как вы поняли, игрушка. И что я хочу вам сказать прежде всего. Эта игрушка не хоррор, это, конечно же, будет про приключения, но довольно будет тоже интересная. Я уже у многих людей спрашивал за неё, и можно сказать, мне очень много людей сказали, что это хорошая игра, и как бы она будет интересна. Да и вообще разбавить как бы надо, да, между хоррорами, потому что хорроры постоянно выходят, давят на нашу психику, давят на настроение. И потом, да, конечно же, если хороший финал там оказывается, это очень хорошо, а если плохой, то мы потом ходим и думаем, блин, как же всё плохо закончилось. Но тут игрушка совсем другого плана, другого стиля. Игрушка про одного парня, который ничего не помнит из своей прошлого, из своей жизни прошлой, да. Он попадает в какой-то непонятный, как сказать, интернат, чтобы вспомнить что-то типа такого. Ну, конечно, история кажется вроде как, ну, какой-то запутанной и непонятной, но потом, наверное, всё прояснится. Итак, давайте начнём новую игру. И посмотрим, что же это за шедевр. А может и не шедевр. Муравей сказал мне, что лягушка плохая. А, кстати, шерифт я уже вижу очень офигенный. Мне опять тяжело придётся читать. Ну, ладно, это всё фигня. Давайте, ладно, начнём, не будем затягивать полчаса. Лягушка сказала мне, что кошка плохая. Чувак, какие ты долбишь наркотики, если тебе такое говорит. Кошка сказала мне, нет, кролик хуже их всех. Так что я... Головка от ремня. Вот примерно такой будет жизнь здесь. Вот, и я вам хочу сказать, вот такой примерно будет графончик в этой игре. Кому не нравится, можете сразу выключать, потому что в этих играх я не смотрю на графон, я смотрю на сюжет. И мне довольно нравится такого олфажного стиля графончик, да? Так что не пишите в комментариях, сразу я вас предупреждаю, что не пишите там что-то типа... Игра, ганала, да-да-да-да-да. Ладно. Вот примерно такой будет твоя жизнь здесь. Если ты чего не понял, в твоей комнате есть заметка, которая все снова объяснит. Видимо, мы уже пришли в интернат. Никто здесь не будет выспрашивать что-либо о тебе. Есть несколько вещей, которые нужно соблюдать, поэтому у тебя должна быть мирная жизнь. Видимо, нельзя ни с кем не драться, ничего такого. Кроме того, вот получен блокнот. Твой собственный персональный блокнот. Используй его, когда хочешь, как для грустных или для счастливых моментов. Походу, может это записываться мне надо будет на нем? Просто напиши о любом из твоих чувств и отдай мне, хорошо? Ха-ха. А некоторым детям нравится просто рисовать в нем каракуль. Для меня и это хорошо. Сейчас есть еще время для ужина. Ты должен поприветствовать других детей. И не знаю, как вы это все читаете, но я вот читаю, и оно у меня сливается все со светом. Выйди и иди строго налево, и ты найдешь ваши комнаты. Ваши, наверное, друзей. И они все хорошие ребята. Может это не произойдет моментально, само собой. Но вы поладите, я уверен. А, это пацан, я думал, это девушка. Она как-то выглядит странно. Хотя, японцы, у них там что девушки, что и парни. Все на дно лицо. А я и сам. Просто зови меня учитель. Я с нетерпением жду тебя здесь, Алина. Кстати, нашего главного персонажа зовут Алина. Если, ну, вдруг кто не знает. Так. Мы вот таким вот планом будем ходить. Да, графика тут довольно своеобразная. Да и надоела уже та графика, которая одноразовая. Вот в Ульф РПГ Мейкер, да, все-таки. Но это тоже вроде бы в Ульф РПГ, но какая-то она необычная такая. Тем более, приключения это вам не хоррор, и это интересная будет сюжетная игра. Различные книги. Что вам главное? Чтоб сюжет был или графон. Графон сейчас во многих играх хороший, но сюжета никакого. Похоже, ты еще и не поприветствовал остальных. Возвращайся, как только закончишь. Я не возвращаю, если ты, конечно, смотришь другие комнаты. Так, а что тут за основное управление? Так, ну, нам объясняют, как управлять. Да и я и сам, в принципе, знаю. На всех пиксельных играх одно и то же управление. Будь осторожны, для сброса не спрашивается подтверждение. Так, подождите, а если я нажму Escape? Ага, все отлично, сохрани. Давайте сохранимся, конечно же, первую. Да, графончик тут интересный такой, довольно своеобразный, пиксельный. Но вот тут именно действительно он пиксельный. Тут прочувствуется, что каждая часть этого персонажа, нашего Алина, составляет из пикселей. А вот другие игры, которые мы играли, ну, там чуть-чуть по-другому, конечно же, было. Даже не знаю, как объяснить. Так, наша кровать, ладно, не будем, давайте пойдем вниз, посмотрим, что же там за другие чуваки. Почему мы прошлого не знаем. Учитель. Интересно. Смотрите, сочетается тогда розовый какой-то такой цвет и желтый, ну, по всей, как бы, игрушке. Телефон. Так. Ладно. Куда нам идти? Это, наверное, выход, в который мы пока что не сможем пройти. Так. Стелла. Стель, я хотел сказать. Стелька от обуви, блин. Опа. Че она так двигается как-то? Кстати, друзья, я еще хотел на вебку эту игру записывать, но не получилось, потому что у меня что-то... Вебка даже по-пиксельному начала записывать. Пиздец какой-то. Ладно. Я, походу, скоро сам пиксельный стану. Так. Давайте поговорим. Вот это точно девочка, потому что она в юбке и надпись Телла. Но она не хочет с нами разговаривать почему-то. Ох. Это странно, что ты можешь говорить. Возможно, потому что ты на самом деле не чувствуешь себя живым. Али, не так ли? Я Стелла. Почему она говорит, что я не чувствую себя живым? Я полон духом. Ладно. Так, а... И все? Ты больше не хочешь? Да, я ненавижу живых людей. Но здешние люди действительно не чувствуют себя такими. Кхм-кхм. И среди них... Кхм-кхм. ...всех ты чувствуешь себя наименее живым. Хм. Может быть, не совсем так. В тебе что-то есть другое. Эй. Это комплимент. Понятно? Ну, понятно. Куда ж понятней. Да, и даже... Ну, короче, она одно и то же говорит. Почему живых людей чем мертвые? Хочешь мертвых? Давайте сейчас заколю своим, я не знаю, чебуреком. Кхм-кхм. Извиняюсь. Горло у меня после майонеза еще не отошло. Не открывается. Так, что у нас тут может и нельзя? Избегайте выходить из своих комнат за слишком свободное время. Настолько, насколько это возможно, незначательно отлучки разрешены. Не берите вещи из других комнат. Не ломайте ничего, если вы это сделали. Скажите учителю. Не ломите запертые комнаты и не обижайте других людей. Рассказывайте учителю обо всем, что беспокоит вас или о том, что вы хотите. Кстати, вот я подумал так. Это аж интернат. А если мы не будем сопутствовать этим правилам, то что-то, наверное, другое будет, да? То есть разделение сюжета. Хотя, кто его знает? В самом низу есть рисунок какой-то зебры. Не знаю, что там за зебра. Вот у нас тоже есть вещи, блокнот. Но я пока что не могу ничего туда записывать. Да и пока что, наверное, ничего не надо. Джошуа. Мальчик. А ну-ка. Тоже он прыгает как-то по странным. Хай. Меня зовут Браун. Или, подожди, это был Маркус? Или, может быть, Никол? Что? Ален, а? Или это был Хелен? Он прикалывается, что ли? Ох, ладно, мы будем знакомы. И все. Здесь в саду куча лягушек. А также пауков и слезняков. Много всяких тварей. Учитель не очень внимательный. Так что мне нравится пред... Приспокойненькая власть их. Ему на плечо и прочее. А, класс. Власть. Да. Любит издеваться. Блин, гребаная горла. Так. Не открывается. Можно нельзя. Избегайте выходить. Бл-бл-бл-бл. Мы это уже читали. Понятно. Это школа-интернат, конечно же. Или просто интернат. Кто его знает. И нас таким... Можно сказать, правилом этикета учат. Челси. Давайте посмотрим. Ух ты, сколько мишек у тебя. Так. Что ты нам расскажешь? Эм. Я Челси. Что это у него за... Желтый примус выслеживался. Приятно познакомиться. И... Ничего. Все. Ты больше ничего не хочешь говорить. Ты такая тихая. Я надеюсь, тут не будет такого прикола, как, знаете, кого-то убьют. И мне придется расследовать это дело. Но тут более приключение, добрая история. Такая, знаете... Такая... Ня-ня-ня, няша. Лети и лик. Так... Это, наверное, два... Две подруги. Так. О, никогда не видела тебя раньше. Ох, ты тот, кого упоминал учитель. Зови меня Летти. Есть также Рик, но он сейчас не здесь. Он очень хороший мальчик. А ты Аллен? Я правда была счастлива, если бы мы с тобой смогли поиграть. Приятно познакомиться. Кстати, Рик и Аль... То есть эта девочка живут вместе. Хотя, по идее, как я знаю, когда я был в лагере и всякое такое... Мальчики не должны быть с девочками в комнатах, по идее, как. Ну, в одной комнате. Может, это... Пссс. Это брат. Кстати, вот моя комната. А ну-ка. Что мы тут посмотрим? Различные книги. В каждой, смотрите, комнатах есть книги. Значит, они... Думают о том, чтобы дети учились и были образованы. Заполнены большим количеством твоей одежды. Но читают ли они? Тепло. Ой, сейчас будет тоже под кроватку. Ой, то есть в кроватку. Но я не могу, потому что мне надо делать видосик. И мне хочется делать. В самом деле, тебе не нужно идти туда. Да. Это ванная комната, девочки. Ладно, пока тут ничего такого интересного нет. Мне просто приятно для вас такие игры проходить. И я сто процентов уверен, что и вам и такая игра понравится. Потому что все-таки писельно и добрым сюжетом. Таких мы редко видим. Хотя, кто его знает? Добрый тут сюжет, запутанный тут сюжет или что? Библиотека. Так. Свеча. Диван. Понятно. Ни хрена тут интересного нет. Что-что-что? Мишание. Мишанила всех видов книг. Тут везде, наверное, такое, да? Оно. Опа. Так, ладно. Странно. Свеча. Зачем тут? Разве электричества нет? Это кирпичи? Или заметки? Что это? Образец бабочки. Пока что мы знакомимся с игрой. И я ничего такого не скажу о ней. Я просто без понятия даже. Нормально или нет. Мы с вами проходили очень много таких хоррорных... Ой, не хоррорных, а пиксельных игр с приключениями. Что-то вроде бы этого. Например, Forest Driesling. Это была приключенческая игра, хотя с элементами таких пуганий небольших. Но это же полностью, наверное, будет основано на приключениях. Комната 101. Что тут за комната-то? Закрыто. Понятно. Закрытые комнаты нам сказали не ломиться. Я думаю, что после того, как мы все обойдем это, то нам придется идти к учителю и поговорить с ним. Ну давайте еще проверим. Тут что у нас? Закрыто. И тут, мне кажется, закрыто, да? Столовая. Что-то так и знал, что это будет столовая. Куча стульчиков. Тепло. Что-то все у нее тепло. Холодно, тепло. А ну-ка, что это за карты? Странный рисунок. Довольно мало тут объектов, но... Мне кажется, тут не на объектах будет заостренено внимание, а на самих разговорах и сюжете. Так. Ты представился? Как все прошло? Ясно, я рад, что ты смог поддержать с ними беседу. Кстати, смотрите, мы ничего не отвечаем. Вот эта первая пикселька, в которой я ничего не отвечаю, и они как бы сами за меня разговаривают. Ладно. Так как ты как раз к ужину, давай-ка пойдем в столовую. Наверное, сейчас куча я. Не, не куча. Ну что же скажете? Спасибо за угощение, учитель. Хорошо, возвращайтесь в свои комнаты и приготовьтесь ложиться спать. Вы можете пойти поговорить с друг другом в комнатах, но не ходите на второй этаж. Разойдись. О, шнеля. Ты здесь совсем недолго, но, похоже, уже освоился. Как твои воспоминания? Ясно. Ну, нет, не заставляй себя вспоминать. Просто дай идти всему своим чередом. Я уверен, ты все вспомнишь. Скажи, ты чего-нибудь хочешь? Я куплю тебе все, что я могу себе позволить. Это учитель, да? Ну, в принципе... Ах, ну... Это я не могу дать тебе. Что он не может дать? Почему я не вижу? Почему я хочу знать, что он захотел? Может быть... Я не знаю. У меня, конечно же, мысли такие дебильные. Я мог бы сказать, что это либо фалоимитатор, либо майонез. Я не знаю. Ладно. Это не то, что можно купить. Мне жаль, я буду иметь в виду. Или шлюху. Фу. Ладно. Ну, я куплю тебе несколько новых книг. Да, вот книг мне не хватает. У меня там две полки с книгами. Да, этого мне не хватает. Ты любишь читать, не так ли, Алин? Я впечатлен тем, как много слов ты уже можешь понять. Мы что, вообще не можем разговаривать? Или что он телепатически с нами разговаривает? Учитель не такой умный. У меня не получается действительно сложные вещи. Ох, ничего. Алин, если бы я тебе сказал, что есть мир, не похож на наш мир, ты бы поверил мне? Вот это, что он говорит, было в описании под игрой. Там было написано, что что-то странное будет тут происходить. И вот эти слова там были написаны. Нет, это просто сказка. Но если бы... Если тебя пригласят в такой мир, я бы не советовал открывать ту дверь. Хорошо, возвращайся в свою комнату. Мне здесь тоже нужно запереть. Ложись скорее в кровать. Ясно. Ну, погнали. Что нам еще делать-то? Что хотел сказать? Может быть, тут будет какая-то сказка. Что-то типа такого. Ну, блин, музыка мне уже радует. Я вспоминаю вот именно те старые добрые времена, в которых я проходил вот такие вот игрушки пиксельные. И как бы вот такое вот все было. Тепло. Мы ложимся спать. Ну что? Спать мы ложимся или не ложимся? Что-то странно как-то. Тепло. Так, подождите. Может мне надо раздеться? Нет? А ну-ка, сохраниться. Странно. Что же мне делать? Хей, хей. Не хочет он спать почему-то. Может быть, мне стоит... А ну-ка. Может быть. Нет, на эту кнопку я тоже нажимаю, ничего не происходит. Возможно, нам надо с кем-то еще поговорить пока что. Очень приятно. Нет, это в первый раз. Мы выглядим довольно похоже, но я не Летти. Меня зовут Рик. А ты Аллен, верно? Вот это мне напоминает то, что один человек и тот же меняется, как бы. Ну, у него в голове два... Как же это сказать-то? Два человека в голове, в разуме, да? И две этих существ... Блин, ладно, короче, вы поняли, о чем я имею в виду. И он меняется тот, 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 тот. И он, походу, сумасшедший. Поехавший, падла. Она рассказала мне о тебе, когда Летти идет спать. Я присматриваю за комнатой для нее. Ну, может быть, это и не совсем так. Ох, ладно, приятно познакомиться. Т-т-т. Джошуа говорил о голосах, раздающихся со второго этажа. Но он всегда врет. Лучше не верить ни единому слову, что он говорит. В любом случае, скоро ложится спать. Не глупи, учитель страшен в гневе. Короче, мне так кажется, что они хотят подбить меня на то, чтобы я пошел вверх. Тут тоже какая-то странная. Она не хочет разговаривать. Я слышу странные голоса, сказал Джошуа. Это пугает. Интересно, смогу я уснуть сама? Так, ладно, давайте всех осмотрим, поговорим с каждым. Эй, ты знал? Ночью со второго этажа раздаются странные голоса. Что-то вроде, помогите. А? Ох, ни за что. Я не хочу проверять это сам. Если тебе так интересно, почему бы тебе не пойти, Алин? Ох, ну не рассказывай учителю. Он разослится на меня. Короче. Ух ты. Ночь. Я сохранюсь, пожалуй. Так. Странно, почему сейчас ночь наступила. Довольно давно я сказала, что ты чувствуешь себя наименее живым из всех. Но на самом деле учитель кажется примерно таким же... Таким же лишенным жизни. Возможно, это из-за неприятности? Его волосы такие спутанные. Даже больше, чем у меня. Я сказала ему однажды, и он сделал такое лицо, будто бы съел лимон. Кислое. Странные голоса? Неинтересно. Ладно, давайте же проверим сами, вообще, о каких странных голосах они имеют в виду. И сказали сейчас... Вот, смотрите. Сказали спать, но мы можем пойти вверх и попробовать поискать, что же там. Так, помогите мне. Кто это? Это что? Что это, бабочка? Помочь не помогает. Что это такое, во-первых? Ладно, поможем. Вау, а вот это я зря, мне кажется. Кто здесь? Блин. Ален, я услышал громкий треск, что ты здесь делал? Разве я не говорил тебе ложиться спать и не ходить наверх? Эм, бабочка сказала помочь? Понятно. Но это... Но это хотя бабочка и может выглядеть как живая, но она уже давно умерла. Что-то без души не может говорить, не так ли? Что за беспорядок? Ты поранился? Хорошо, что ты в порядке, это хорошо. Эти осколки стекла опасны, я уберу их. Так что иди в свою комнату и ложись. Что-то мне кажется, он что-то оберегает и пытается, чтобы мы этого не знали. Не волнуйся, просто небольшая головная боль. Не нужно извиняться, правда, просто не делай это снова. Ну-ну, хорошо. Спокойной ночи. Видимо, мы ему что-то отвечаем, но он как бы тоже нам отвечает и в голове нашей сосредотачивается то, что закрыто. Ладно, тут загадка все же, что в этой комнате? Одна эта комната как-то довольно странно выглядит. А что если я к телефону подойду? Что? Что-то тут не так, мне кажется. Ладно, давайте пойдем в свою комнату и попытаемся уснуть. Может быть, в этот раз получится. Котятку. Кис-кис-кис. О, он ушел в шкаф. Или она? О боже. Ну а что же в этом шкафу, вы узнаете в следующей серии, если, конечно же, зайдете на этот канал и посмотрите ее. Так что с вами был Блин Блинз и всем удачного настроения, всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нравится вам эта игра или нет, мне очень интересно. Также заходите в группу ВКонтакте в описании ролика и оставайтесь такими же няшами. Всем пока и удачи.